В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Народов много, страна одна. Во всех регионах России впервые прошел большой этнографический диктант. Служить отечеством в институте МВД к присяге привели молодых курсантов. Гриппу готовы. Горожане делают прививки от вируса. Первые дни октября ознаменовались для многих молодых людей началом воинской службы. До конца декабря ряды вооруженных сил пополнят более 150 тысяч новобранцев по всей стране. Как обычно, повышен интерес вызывает служба в воздушно-десантных войсках, спецназе, морской пехоте и научных ротах. Наш корреспондент побывала в одном из рязанских военкоматов, откуда новобранцы отправятся к месту прохождения своей службы, где молодые люди и получат свои первые воинские звания. В этом году осенний призыв стартует 3 октября и продлится до 31 декабря включительно. Вопреки слухам, никаких изменений по сроку службы не предвидится. Солдатам-срочникам предстоит проходить боевую подготовку в течение года. В первый день кампании в рязанских военкоматах молодые люди сделали первый шаг на пути к воинской службе. На сегодняшний день было вызвано 40 человек. Все они прошли, заканчивали проходить медицинское свидетельствование. И по окончании медицинского свидетельства будет определено, кто из них годен, кто не годен, кому положена срочка по учебе. Валентин Угольский проходит медкомиссию уже четвертый год подряд. Три раза ему давали отсрочку от армии в связи с учебой. Сейчас, по окончании техникума, молодой человек решил продолжить семейную традицию. Все началось с моего дедушки. Он с 18 лет пошел в армию и остался там на всю жизнь. За ним была и бабушка, тоже пошла. Потом у меня отец и дядя. Они тоже пошли в Рязанское высшее. Но теперь моя очередь. Тем же молодым людям, которые в своем роду не имеют династии военных, приходится успокаивать своих родственников. Объяснять, где они будут проходить службу. Как правило, рязанцев распределяют в соседние регионы. Чаще всего в Москву, Московскую или Липецкую области. Родственники солдат ежегодно пользуются близостью к этим воинским частям и посещают своих близких. Отец с матерью волнуются, думают, куда попаду, как далеко от дома, как добираться потом туда, какие будут условия и так далее. Девушка сама по себе нервничает. Как так? На год уезжаешь. Ну, я нейтрален абсолютно. Я спокойен. Такое психологическое состояние призывника может сыграть ему на руку. В этом году при медицинском освидетельствовании новобранцев больше внимания будут уделять именно их эмоциональному здоровью. По сообщению Генштаба Российской Федерации, для этого в региональные комиссариаты были направлены необходимые методики. Они помогают проверить адекватность реакции молодых людей в нетипичных условиях армейской службы. Ведь полет на парашюте, в десантных войсках или танковые залпы могут выдержать не все, а только самые смелые, сильные и отважные защитники Родины. На этой неделе в стране писали всероссийский этнографический диктант. Рязанцы тоже приняли в нем участие. Его, как и тотальные, пишут все желающие. Он рассчитан для тех, кто хочет проверить свои знания поэтники, обычаям, песням и танцам, кухней, материальной культуре народов многонациональной России. На скольких языках и диалектах говорят в современной России? О какой республике средневековые географы писали, что это страна гор и гора языков? Проверить свои знания рязанцы смогли на всероссийском этнографическом диктанте. Сегодня он стартовал во всех регионах России, в том числе и в Рязани. Увидела на сайте, в интернете, решила попробовать, очень интересно, так как это касается моей профессии. Было здорово попробовать свои силы. Интересно, как это все получится, насколько знаний осталось в голове. Понятие этнография на слуху у многих, но на практике с ним сталкивались единицы. Диктант – отличная возможность не только показать свои знания, но и расширить кругозор. Задуматься о том, где находится старейшая мечеть, определить блюда кухонь различных национальностей и ингредиенты калмыцкого чая. Узнать, какой из языков занесен в книгу рекордов Гиннесса из-за количества падежей. Знающие люди ответят, что это табасаранский язык, и падежей в нем 48. Я никогда нигде не участвовала, я хотела показать свои силы и вообще, как это и что. Буду очень стараться показать все себя. Площадки уже закончили свою работу, но пройти тестирование можно и сейчас, в интернете. 5 октября в 13 часов тестирование на официальном сайте мирэтно.ру завершится. Для интернет-пользователей результаты станут известны сразу. А итоги работы площадок будут подведены через месяц – 4 ноября, в День народного единства. Эксперты озвучат правильные ответы и дадут развернутые комментарии по каждому из них. А прошедшие диктант люди смогут узнать свои результаты. Более 17 миллионов россиян уже сделали бесплатную прививку от гриппа. Вакцинация полным ходом идет по всей стране. Поставить защитный укол рекомендуется до ноября, иначе иммунитета к началу зимы не будет. В этом сезоне ожидается атака трех штаммов вируса, и с одним из них медики связывают повышенные риски. Сделать прививку, чаще мыть руки и больше спать настоятельно рекомендуют врачи, чтобы в сезон гриппа не заболеть. Сейчас самое время для того, чтобы провести вакцинацию. Пока вирус только набирает силу, до больших городов еще не добрался. Противостоять заболеванию помогут элементарные правила профилактики. Пока сезон не начат гриппа. Погода хорошая, люди немножко сейчас хорошо себя чувствуют. Первую волну простудных заболеваний и гриппа ожидали во второй половине сентября. Дети и взрослые вернулись в коллективы и, попросту говоря, начали обмениваться бактериями. Результат этого обмена не так уж и безобиден. Грипп чреват серьезными осложнениями. Поможет их избежать вакцинация. Она инактивирована, она не живая, эта вакцина. Эта вакцина, так называемая, вот та, которая производится, кстати, у нас в Рязани, в Рязанской области, это вакцина четвертого поколения, одна из наиболее продвинутых вакцин, которая используется на предприятии, производится на предприятии с самыми современными инновационными технологиями. Первая партия вакцины уже поступила во все регионы. За эффективность вакцины отвечает штаммовый состав. Его в этом году частично заменили. А все потому, что вирус гриппа дал очередную мутацию. В этом сезоне эпидемиологи ожидают сразу несколько штаммов вируса гриппа. Самый опасный – Гонконг, по мнению врачей. Против этого гриппа иммунитета у нас попросту нет. Все начинается с першения в горле и озноба, а затем инфекция спускается вниз по дыхательным путям, поражая бронхи и легкие. Спора вокруг вакцинации от гриппа много. Противники считают, мол, угадать штамм практически невозможно. Гриппопрививку будете делать или уже сделали? Не буду. Почему? Никогда не делаю. И не болею. Не планирую. Почему? Их столько штаммов, что угадать невозможно. Нет, не буду делать. У меня аллергия. Я после прививки плохо себя чувствую. Весна, преимущественно сейчас циркулирует на территории России, мера три варианта вируса гриппа. Это вирус свиной, так называемый H1N1. Кроме того, так называемый вариант H3N2 и грипп B. Вот они в основном определяют палитру. Впрочем, имеет значение не только личная гигиена. Очень важно, например, как мы спим. Точнее, сколько. По данным специалиста, во сне активно вырабатываются клетки, которые формируют наш иммунитет. У людей, чей сон меньше шести часов, шансы заболеть повышаются сразу в несколько раз. Жильцы трехэтажного дома в центре города буквально при каждом порыве ветра гадают, рухнут его стены или нет. Построен еще в сороковые, двухэтажный дом за время своего существования приобрел третий этаж. И на сегодняшний день его жильцы бьют тревогу. Начиная с фасада здания, то есть балконы рушатся, стены, из стены вываливаются кирпичи. Не сегодня-завтра, в частности, на квартире номер 6 обрушится стена. Там у меня находится диван, и я боюсь каждый день оказаться на улице. Стены рассыпаются на глазах, а сквозные дырки, по словам жильцов, иногда залетают птицы. Да и сами стены держатся с трудом. Дом просто разъезжается как карточный. При любом резонансе, будь то фура проехала, либо самолет пролетел, стены трясутся, со стола падают на оживилки, и дом просто может сложиться как карточный в любой момент. Делать ремонт, пытаясь улучшить условия самостоятельно, затея бессмысленная. Даже я поставила пластиковые окна, и снутри они все там и дуют, и сыпятся. И пластиковые окна не спасают, потому что гуляет ветер. Дети маленькие, да, трое внуков у меня там, поэтому... Некогда стены пытались укрепить стяжками. А вот это наша стяжка, которую даже назвать так нельзя, потому что она уже сама попадает, и дома она не держит просто. Что и говорить о том, какое количество писем уже написали жильцы в попытке быть услышанными. Дом, который мог бы послужить декорацией к новому фильму. Рязанского режиссера Юрия Быкова расположился на улице Пожалостина, в самом центре нашего города. Жильцы удивляются, каким чудом он все еще не рухнул. Пишут письма в разные инстанции, обращаются в жилищную инспекцию, в управляющие компании, но получают неизменные отписки и рекомендации провести независимую экспертизу, которая признала бы этот дом аварийным. Официальное письмо отправили и мы с просьбой прокомментировать проблему жителей и вернемся к теме, как только получим ответ. Какова будет дальнейшая судьба этого дома, мы покажем в следующих выпусках. Признают ли его аварийным или проведут здесь капитальный ремонт, реализация программы которого, кстати, в городе идет следующими темпами. В этом году будет всего потрачено 1 миллиард 300 миллионов рублей на ремонт более чем 400 домов. На неделе городские власти проверили ход выполнения работ в доме на улице Великаново. Осенние краски листьев и насыщенный цвет фасада сразу создают ощущение праздника. Сегодня на улице Великаново в доме номер 18 закончились ремонтные работы. Список работ обширен, отремонтированы межпанельные швы, в подъездах заменены оконные рамы и входные группы, а штукатурен и покрашен фасад, и это далеко не все. Подобный ремонт был произведен более чем в 400 многоквартирных домах города в рамках краткосрочной программы капитального ремонта. Сегодня активно участвуем уже в окончательной стадии приемки работ, то есть фонд принимает эти работы. Таким образом программа реализуется, и к концу года мы планируем, что в принципе все объекты будут готовы в полном объеме. Капитальный ремонт – это разные виды работ в зависимости от потребностей дома. Ремонт кровли, фасадов, инженерных систем, несущих конструкций, подвалов или фундаментов, лифтов. Подрядные организации проходят жесткий отбор, и контроль за ходом выполнения их работы производится постоянно. Кстати, увеличив взносы на капремонт, россияне смогут сэкономить на коммунальных платежах. Счета за свет, тепло, воду и газ снизятся в тех домах, где жильцы примут решение провести непростой, а энергоэффективный ремонт. Экономия может составить более 30%. Однако, чтобы установить в подъездах умные приборы или дополнительно утеплить фасад, жильцам придется увеличить взносы на капитальный ремонт. Если сейчас в среднем по стране этот ежемесячный платеж составляет 6 рублей за квадратный метр, то при проведении энергоэффективного ремонта он может вырасти до 20 или 50 рублей. Все зависит от самих жильцов. Как проведение дополнительных ремонтных работ в доме, так и увеличение взносов на эти цели. Добровольное решение квартирантов, за которое они должны проголосовать на общем собрании. Принцип такой. Хочешь сэкономить завтра, вложи средства сегодня. То есть, вложенные деньги все равно вернутся. А дом к этому времени уже будет модернизирован по последнему слову техники. Установка индивидуального теплового пункта, к примеру, может автоматически понижать или повышать температуру в квартире в зависимости от погоды. А дополнительное утепление фасада сохранит тепло в помещении. А вот оплаты чего не миновать, так это счетов за мусор. В 2017 году в платежках россиян появится новая отдельная строка. Плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы спрятаны в графе содержания «Ремонт жилого помещения». Через три месяца эта услуга изжилищно превратится в коммунальную. Сейчас платы за вывоз мусора не нормируются. В среднем она составляет 2,5 рубля с квадратного метра жилья. Но может быть и больше, так как тариф устанавливает управляющая компания. И руководствоваться она может чем угодно. Например, тарифами транспортной компании или мусоропереработчика. Или просто ввозить задешево на нелегальную свалку. А денежки жильцов прятать к себе в карман. С Нового года тарифы должны устанавливать региональные операторы по обращению с ТКО. Такой оператор выбирается один на регион. А значит и плата будет одинаковой для всех жителей. Правда, не во всех регионах утверждены территориальные схемы обращения с отходами. А без них не выбрать и оператора. Так что есть вполне реальный шанс встретить первый день Нового года среди гор мусора. И о происшествиях этой недели. Необычным способом рязанец попытался взять кредит в микрофинансовые организации. Вместо паспорта он взял с собой пистолет и надел медицинскую маску. Правда, мероприятие успехом не увенчалось. Да и проценты за кредит теперь окажутся гораздо большими. Добыча преступника стала 21 тысяча рублей. Забрав деньги, злоумышленник поспешно скрылся. Сотрудница микрофинансовой организации не растерялась и моментально нажала на кнопку тревожной сигнализации. Я подбежала, закрыла дверь, нажала тревожную кнопку, позвонила в полицию. Охрана приехала прям минуты через две, через три. Они уже стояли у меня около двери. Следом приехали уже полиция. Позже на записи камер видеонаблюдения было видно, что в спешке на разгоряченный налетчик идет к выходу, нароняя купюры на пол. Используя материалы системы видеонаблюдения, оперативникам по характерным особенностям поведения злоумышленника удалось установить личность подозреваемого. Ранее этот 23-летний рязанец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и причинение вреда здоровью. Поэтому его повадки были знакомы сотрудникам уголовного розыска. Злоумышленника разыскали и задержали. При досмотре у задержанного обнаружили пневматический пистолет и одежду, которая была на нем в момент разбойного нападения. Выяснилось, что медицинскую маску он купил непосредственно перед нападением в соседней с офисом аптеки. Затем он ее выбросил. Полицейские изъяли у злоумышленника почти все похищенные деньги. Две тысячи он успел потратить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В очередной аварии на этой неделе пострадал помимо людей и машин еще и памятник архитектуры. В среду ночью автобус врезался в дом Салтыкова Щедрина на улице Ленина. Но виновником аварии стал молодой водитель легкового авто. При выезде на улицу Ленина он не пропустил автобус и врезался в него. После этого оба транспортных средства вынесла на тротуар. В результате ДТП водитель 14-й и четверого пассажиров получили травмы. Также в аварии пострадала пассажирка автобуса. На прошлой неделе патриарх Кирилл подписал обращение активистов за полный запрет абортов в России, что вызвало большой общественный резонанс. Высказываться по этому поводу стали общественные деятели, представители власти, врачи. Мнения, как и прежде, оказались весьма противоречивыми. Те, кто высказывается за невозможность отказа, говорят о том, что страна в таком случае вернется в советское время, что вновь станут популярными подпольные операции. По мнению других, человеческая жизнь считается с момента ее зачатия. И делая аборт, женщина убивает только что зародившегося человека. По словам врачей, такие обдуманные отказы от ребенка чаще делают молодые девушки, у которых первая беременность. Но это единицы. Статистика абортов неутешительна. Наша страна по показанию убийств нерожденных детей занимает одно из первых мест в мире. У нас уже идет наработка. Мы уже сравниваем прошлый год и этот год. И у нас довольно-таки хороший результат идут. В этом году, за первые полугодия, 94 женщины изменили свое решение и отказались от аборта. Как помочь женщине, которая стоит перед выбором – делать аборт или сохранить жизнь будущему ребенку? Сегодня для медиков и акушеров это одна из главных задач. Чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, в Рязани не так давно создан Центр психологической поддержки. В женских консультациях уже работают психологи, которые могут ответить на вопросы будущих мам, развеять сомнения и дать квалифицированные советы. Статистика показывает, что примерно 20% женщин после разговора с психологой меняют свое решение и отказываются от аборта. Потом женщина приходит и говорит, «А вы знаете, как говорили, так все и случилось. Я маме позвонила, мама прям такая радостная, согласилась водить ребенка в школу, муж, да, говорит, конечно, найдем вторую работу, там третью. Родственники какие-то помогают, друзья, знакомые. В принципе, проблема, она и не проблема уже начинает получаться». Психолог Ольга Василевская помогает решать душевные проблемы беременным женщинам. Хотя сама врач утверждает, что не отговаривает от аборта, а просто помогает принять нужное решение. «Все общество должно наконец-то прийти к пониманию пагубности аборта. Не только для физического, духовного и душевного здоровья одной отдельно взятой женщины, но и всего наше общество. И если мы к этому придем, то тогда должен быть выработан абсолютно мирный, а не шашками размахивательный механизм того, как нужно общество подготовить к тому, чтобы аборты в нашей стране больше не делались». Территорию 8-й городской больницы уже несколько лет украшает аллеи спасенных жизней. Сюда приходят мамы, которые когда-то стояли перед выбором, оставлять ребенком или нет. Вместе с врачами они сажают деревья, кусты или цветы. Начало традиции положено в 2010 году. Каждое посаженное деревце или кустарник символизирует спасенную жизнь, когда-то будущего, а теперь уже счастливого малыша. «Но все равно всегда существовал определенный процент женщин, которые шли на аборт, которые проживали беременность. Несмотря на все государственные или какие меры профилактики этого, всегда будут женщины, которые относятся безответственно к своему здоровью, которые не считают беременность, внутриутробный плод живым человеком и которые распоряжаются им как какой-то вещью». Все чаще психологам приходится сталкиваться с последствиями аборта, так называемым постабортным синдромом. Он возникает из-за чувства вины, которую вначале женщина и не испытывает. Неравнодушие врачей, представителей церкви и общества к судьбе беременной женщины уже привело к значительному сокращению числа абортов. Возможно, скоро наше общество придет к единому знаменателю и осознает потребность в нации в отказе от абортов. На это потребуется, возможно, не один год, чтобы миллионы женщин осознали радость материнства. Анна Герцовская, Алена Куколева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К другим темам. В Рязанском институте МВД более ста молодых людей в пятницу произнесли слова клятвы и получили право называться курсантами. За одной из самых важных традиций в истории правоохранительных органов наблюдала и наш корреспондент. В жизни каждого стража порядка – это событие значимое и важное. Момент, когда совершается священная клятва служения народу, отечеству, является началом нового образа жизни, когда в приоритете всегда будет служебный долг и честь. Именно с этого дня почувствовал себя настоящим и полноправным сотрудником органов внутренних дел. И я испытываю очень большое чувство гордости за себя, за свою страну, за свой университет. 63 курсанта первого курса и 91 слушатель факультета профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сегодня выстроились на плацу. Среди них не только рязанцы, но и представители Москвы, Тулы, Иваново, Костромы, Омска, Владимира, Республики Татарстан. Некоторые из ребят – продолжатели семейных традиций. Да, это семейная традиция. Я выбрал университет системы МВД и профессию полицейского, потому что я хочу продолжить профессиональную династию своей семьи. Я хочу также стоять на страже законов и правопорядков, как и мои родители. Мне кажется, что профессия полицейского связана с такими понятиями, как долг, честь, совесть, служба народу. Мужскую профессию и непростой путь службы иногда выбирают и девушки. Я к этому шла очень долго, и я чувствую, что это мое, что мне это будет нравиться, и профессия должна приносить мне удовольствие. Я думаю, это именно та профессия, от которой я буду в восторге. Курсантам пришлось выдержать не только вступительные испытания, экзамены по общеобразовательным предметам и физической подготовке, но и суровый профессионально-психологический отбор. Я считаю, что главная проблема сегодня в повышении качества работы органов тренинг дел – это проблема кадров. Как никогда необходимы высококвалифицированные, с великолепным образованием и хорошей практической подготовкой люди. Я считаю, что наш рязанский филиал, университет в целом, сегодня дает возможность ребятам именно получить такую подготовку, которую ждет от них российский народ. От того, насколько каждый из стоящих сегодня на плацу осознает свою ответственность, зависит спокойствие и порядок на улицах нашего города спустя время. Выбрав путь служения обществу, курсанты вуза с юных лет привыкают к строгой дисциплине. Пятилетний путь ожидает их впереди перед тем, как они станут специалистами и будут выполнять свой служебный долг. Инженеры конструкторского бюро «Аврора» продолжают проводить испытания беспилотного трактора «Агробот». На этот раз трактор вывели на стадион, где он очистил дорожки от мусора. Напомним, «Агробот» – это уникальная разработка рязанских робототехников. Его испытания направлены на отработку различных подсистем – комплекта автоматики, системы диспетчеризации и прочих. Робот может работать при различных погодных условиях и в любое время суток. Сейчас испытания проводятся на базе Центрального стадиона Рязанского государственного радиотехнического университета. И задача, которая стоит перед роботом – автономное цикличное движение по беговой дорожке стадиона. Во время этого движения робот очищает эту дорожку от мусора. Идет отработка автономного движения, а также перехвата управления роботом Центральным диспетчерским пунктом. Телекомпания «Город» более 7 лет работает для рязанцев. Главная цель моих коллег – чтобы наши телезрители были в курсе новостей и главных тем региона. Сегодня в эпоху интернета, когда каждый может узнать все самое необходимое с монитора компьютера или смартфона, мы стараемся преподносить и показывать материал с точки зрения независимости, объективности и авторского видения происходящего в нашем городе. На этот раз телезрители увидят вещание о телекомпании в новом оформлении. Осень, как полагается, время изменений и новых начинаний коснулась это и нашего телеканала. С 1 октября телеканал «Городской» обрел новые названия и новое оформление. Теперь ежедневно, 20 часов в сутки, с 7 утра до 3 часов ночи с вами телеканал «Город» в новом красно-белом формате с традиционным, уже узнаваемым восклицательным знаком. В телекомпании существует уже более 7 лет, а с момента основания утекло немало воды. И год за годом мы стараемся совершенствоваться, идти в ногу со временем и удовлетворять вкусы наших телезрителей. Пытаемся, в общем-то, стучаться до каждого зрителя и найти каждому конкретному зрителю свой подход. То есть постоянный мониторинг телеканала, кто смотрит, когда, зачем. То есть пытаемся найти всех. Вот от совсем маленьких, вот у нас «Маша и Медведи» сейчас идет мультфильм, который маленькие дедки смотрят, до совсем взрослых бабушек и дедушек, которые смотрят документальный фильм, цикл, который называется «Моя правда». Новый сезон обещает быть действительно интересным. Телезрители ждут как самые качественные фильмы, так и интересные проекты, как новые, так и уже завоевавшие признание у аудитории. Свою программу «Человек в городе» я делаю как можно более насыщенной, чтобы люди узнавали не только о человеке, кто он чем живет, а как, допустим, научиться некоторым нюансам его профессии. Как нарисовать линию, которую может нарисовать только художник, или как вырезать что-нибудь на дереве. Программа «Вызов принят» хорошо уже известна нашим телезрителям. Это программа о преступлениях, криминальной направленности, скажем так, но формат будет немножко новый. В общем, будьте с нами, а мы обещаем, что осень будет интересной и уж точно не скучной. На этом все. Другие новости и авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.tv. Мы желаем вам хороших выходных и прощаемся до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова